Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. 12 сентября скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ Михаил Боровков и Ефим Бурдин из драмы о в России, опять окаянные дни. О смерти артиста сообщает портал кинотеатр.ру. Михаил Александрович Боровков родился 5 августа 1957 года. В 1981 окончил Горьковское театральное училище. Работал в драмтеатрах Норильска, Красноярска, в Рижском театре русской драмы, был режиссером Нижегородского тюза. Главная роль в окаянных днях стала для Боровкина экранным дебютом. Далее, латвийский сериал «Борозды судьбы», многосерийный детектив с Будрайтисом «Литовский транзит», британский триллер 2005 года с Дэниелом Крейгом Архангел. Недавно Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко стали гостями программы «Секрет на миллион». В этом шоу звезды должны отвечать на каверзные вопросы телеведущей Леры Кудрявцевой. Тот, кто сможет раскрыть свою страшную тайну и ответить на последний вопрос, получит миллион рублей. Звездная пара смело рассказывала о секретах личной жизни и о тяжелом периоде в их семье. Напомним, что пару лет назад мужа певицы поймали на изменах. Многие поклонники были уверены, что одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса распадется. Несмотря на все сложности, Королева и Глушко сумели сохранить семью. Недавно они отметили годовщину свадьбы, где порадовали многих присутствующих совместным исполнением нескольких композиций. На шоу исполнительница хита «Маленькая страна» рассказала о горе, которое случилось в ее семье. Оказалось, что не так давно у артистки случился выкидыш. На протяжении шести лет она пыталась забеременеть. Первую беременность оказалась замершей, а во время второй у певицы случился выкидыш. Причиной тому стал возраст и стресс. Для меня это был очень жесткий удар. Никому не хочу пожелать пройти через тот ад, через который я прошла в тот период. Я считала, что очень сильный и устойчивый человек, но вот здесь меня сломало, искренне рассказала Наташа Королева. 10 сентября в возрасте 80 лет умер Майкл Чепмин, английский певец, гитарист и автор песен. Об этом сообщает Стереагун. Чепмин родился в 1941 году в Литсе, где закончил художественный колледж и имя сделал в конце 60-х изначально на фолк-сцене, перед тем поработав учителем живописи и фотографии. Майкл начал карьеру с исполнения джазовых стандартов, на Чепмина сильно повлияли американские джазмены. В итоге он выработал собственный узнаваемый стиль, оточив его до виртуозности. Сценический дебют в 1967 году, первый альбом в 1969. Продюсировал пластинку «Газ Джин», известный по сотрудничеству с Элтоном Джоном и Боуэй, в частности. В возрасте 69 лет скончалась Мария Миндиола, испанская певица, участница дуэта Бекара, известного по песне Yes Sir, I Can Boogie, сообщается в официальном инстаграм дуэта. «Сегодня ушла от нас», говорится в сообщении. Мария и ее коллега по группе занимали первое место в мировых чартах со своей песней. Мария родилась 4 апреля 1952 года. Их дуэт с Майти Маттеас образовался в 1970-х годах. Поначалу они исполняли хиты Бонни М, Абайдона Саммер и на них обратил внимание служащий немецкой звукозаписывающей компании BMG Leon Dean и пригласил в Гамбург. Там они познакомились с продюсером Рольфом Соей, и под его руководством выпустили первый сингл Yes Sir, I Can Boogie. В итоге песня заняла седьмое место в рейтинге самых продаваемых записей в мире. Ранее в возрасте 73 лет умер музыкальный турменеджер Мик Бригдин. Он получил травму, копая могилу для своей собаки. В какой-то момент яма резко провалилась под ним. Ему потребовалась неотложная медицинская помощь, его срочно доставили в больницу, где он вскоре скончался. В Екатеринбурге после продолжительной болезни скончалась известная региональная журналистка и телеведущая Анастасия Анисимова. Она умерла на 44 году жизни. Настя была настоящим высококлассным профессионалом. Талантливая, всегда полная энергии, сил, любви к жизни и к своему делу, обладающая уникальными знаниями и острым умом, говорится в сообщении на сайте регионального правительства. Жителям Свердловской области она известна, как лицо областного телевидения ОТВ, где работала с 2001 года. Сначала Анисимова была корреспонденткой, затем редактором и ведущей. Она вела такие программы, как Кабинет министров, Территория права, Четвертая власть. С 2015 года возглавляла отдел по связям с общественностью компания Облкоммунэнерго, а с 2019 года отвечала за взаимодействие со СМИ в избирательной комиссии Свердловской области. С февраля 2021 года работала в составе Департамента информационной политики Свердловской области, занимала должность заместителя директора. 9 сентября скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ Александр Иваненко. Информация о смерти артиста, со ссылкой на его близких, появилась на портале кинотеатр.ру. Александр Васильевич Иваненко родился 8 июля 1948 года. Окончил театральное училище имени Щукина, актерские и режиссерские факультеты и высшие театральные курсы при Министерстве культуры РСФСР. Работал актером и режиссером в Театрах Ульяновска, Магнитогорска, Таганрога и Севастополя. Сниматься начал в 80-х. Скакал Казак через долину. 22 июня, ровно в 4 часа, Сдвиг, Побег, Однажды в Ростове, Улыбка пересмешника, Ищейка, другие проекты. Автор и исполнитель бардовской песни. На литературных сайтах проходит под ником Александр Некайнов. 28 августа, на 87-м году жизни под Барселоной, скончался испанский пианист и композитор Франсеск Буруль. Буруль, один из первопроходцев джаза в Каталонии, автор музыки к ряду фильмов и телесериалов, славный своими аранжировками каталонских песен. Об этом сообщает Сесей Мэй. Причиной смерти названа болезнь почек. Франсеск Буруль родился в 1934 году в Барселоне. Там же закончил консерваторию Большого театра, немедленно увлекшись джазом. Создал группу Letting Combo, с которой записал 12 альбомов. Далее был Letting Quartet и еще семь пластинок. Играл с такими титанами, как Сидней Беши, Билл Коулман, Чот Бейкер и Жан-Люк Понти. В 2000 году сотрудничал с актрисой и певицей Лолой Болл, сыграв Курта Вайле в ее шоу от Берлина до Бродвея. Писал детские песни.